Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! Напоминаю, что теперь каждую неделю вы можете слушать новости «Дизель. Утро» на радио «Пятница». Саня, а что-то у тебя там на рубашке? Где? Да вон. Да вон. Сидишь 1 апреля. Перейдем к новостям. И сразу к хорошим новостям. Украина вступила в Евросоюз. Вау! Ура! Наконец-то в нашей стране депутаты перестанут воровать. У нас будут самые лучшие дороги, самые высокие зарплаты. Саша, Саша, остановись. Мы всего лишь в Евросоюз вступили, а не в Германию переехали. Ну да. А подробнее об этом смотрите сегодня вечером в премьерном выпуске «Дизель-шоу» на Айс-Ти-Ви. Кабмин заявил, что коммунальные услуги можно теперь не платить. Но при этом ввели новый платеж – дань. Дань также можно оплатить в банке, через интернет или лично в руки правительства. Депутаты Верховной Рады единогласно проголосовали за отмену неприкосновенности. Возле Верховной Рады уже выстроилась огромная очередь из желающих собственноручно прикоснуться к депутатам руками и ногами. Харьковский турбинный завод выпустил первый украинский смартфон. К сожалению, мы не можем продемонстрировать его, так как гаджет не пролез в двери нашей студии. В новой полиции официально разрешили брать взятки, но при условии, что водитель платит карточкой. А также разрешили использовать старые формы обращения. Давай договоримся, давайте присядем к нам в машину, накинешь еще сотку, я с напарницей, ну и ряд других. Американская компания купила у Украфтодора технологию укладки асфальта поверх снега. Также в США полетят украинские специалисты, которые научат при каком градусе, вернее под каким градусом, асфальт лучше всего укладывать. Сборная Украины по футболу представила форму, в которой будет выступать на Евро-2016. Именно в форме сборной Германии, по мнению тренерского состава, у наших футболистов больше шансов победить на предстоящем турнире. Автозаз приступил к производству первого украинского электромобиля. Дальность пробега электрокара равна длине шнура от удлинителя. Похвастался своей новинкой и завод табачных изделий «Прилуки». Продемонстрировал общественности электронные сигареты. Правда, есть некоторые недоработки. Они с трудом помещаются в рот и сильно бьются током. Зато их можно использовать как электрошокеры и при необходимости подкуривать аккумулятор автомобиля. Очень удобно. Правительство решило позаботиться о социально незащищенных слоях населения. И для них были введены специальные скидки. Правда, пока только на некоторые виды продуктов, таких как фуагра, помары и элитный алкоголь. Нацбанк Украины устал укреплять гривну. И решил просто печатать доллары. Украинский гидрометцентр закупил новейшее оборудование, с помощью которого они смогут предсказывать погоду с точностью до 99%. 99%? В эту новость я даже 1 апреля не поверю. Как еще можно разыграть, смотрите в нашей следующей рубрике «Очевидец». А знаешь бы, как гидрометцентр это объявил? Сейчас, наверное, точно нельзя сказать, возможно, будет наша рубрика «Очевидец». Или не будет. СМЕХ Сегодня вся страна празднует День дурака. И у нас в гостях жертва розыгрыша, человек, которого только сегодня разыграли уже 112 раз. Евгений Доверчивый, здравствуйте. Здравствуйте. А это программа «Самонослово»? Нет. Тогда 113. А вы, я так понимаю, не Константин Стагний? Очень точно подмечено. Тогда 114. Но это хоть АйСиТиВи? Да, это АйСиТиВи. Это радует. Ну что ж, Евгений, скажите, пожалуйста, вы помните, как вас разыграли в первый раз? В первый раз разыграли не меня, а еще моих родителей на УЗИ. Сказали, что девочка будет. Они купили коляску розовую, куклы купили, платьюшка розовая. Ну, я так понимаю, что потом это все пришлось продавать, да? Да нет уж, я пять лет проходил в розовом платьюшке, в этой колясочке розовенькой ездил. Ой, в куколки играл все. А потом меня учительница в школе разыграла. Поставила мне 1 апреля 11 двоек. И что дальше? А что? А папа дневник увидел уже 2 апреля. Оу. Я ему пытался объяснить, что это розыгрыш. Лучше бы я вообще молчал на то время, больше бы зубов осталось бы. Скажите, а вот это, это кто вас разыграл? А это не меня, это сосед свою жену разыграл. Сказал, что вернется через неделю, а сам вернулся на следующий день. Суть миг, блин. А голову это тоже сосед? Нет, меня уже в больницу разыграли. Сказали, что в седьмом кабинете рентген. А там? А там ремонт. Скажите, а вы сами кого-то пробовали разыгрывать? Да. Да. Ну и? Облэнерга. Я им позвонил, сказал, что не буду потить за свет. Очень смешно. А потом так смеялся, что пока мне свет не отключил. Да, очень смешной розыгрыш, действительно. Ой, извините, телефон. Алло? Да. Кто? Биллион выиграл? Вы серьезно? Сколько нужно? Десять тысяч? Сейчас? Сейчас? Представляете, я миллион выиграл, а в лотерее не участвовал. Сейчас им нужно десять тысяч отправить для подтверждения акции. Участие. Евгений, остановитесь. Неужели вы не понимаете, что вас прямо сейчас разыгрывают? А, я понял. Вы тоже хотите заработать на этом, да? Вообще-то нет. Нет, сначала я. Сейчас им пингот отправлю свои карточки. А у меня там не десять, а девять тысяч гривен. Посмотрим еще, кто кого разыграет. Ох, посмотрим, когда им не хватит, кто сменяться будет. Евгений, а скажите, пожалуйста, какой был самый запоминающийся для вас розыгрыш? Ой, это было очень смешно. Очень смешно. Выхожу я из подъезда, а на мою машину бульдозер наехал. Да вы что? Представляете, я к этому водителю сразу с претензиями, мол, что такое, кто, чего. А он говорит, а это скрытая камера, говорит. Он туда рукой помашите, помашите, и я помахал. Ну, а потом они, естественно, машину вернули позже, да? Нет, а что, должны были? А то я уже два года этих эфиров жду. И как-то не все никак. Ну что ж, это был Евгений Доверчивый. Спасибо вам большое, до свидания. До свидания. Только осторожно, там капель оголенный. Да хватит, может, разыгрывать меня, а? Ты смотри, не разыгрывал. До встречи с новыми очевидцами. Саша, а что это у тебя там на спине наклеено? Все, спокойно, ты меня больше не разыграешь. Потому что я взял на прокат. Неправда. Ну, одолжил у друга. Неправда. Короче, я стырил у друга детектор лжи. Правда. Ну ты придурок, Санёк. Правда. Так заткнись. А мне эта штука уже нравится. Ну-ка проверим ее. Валерия Гонтарева заявила, что к концу года гривна стабилизируется, а курс доллара упадет. Правда. Правда смешная шутка. А ну-ка. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что с первого мая увеличат зарплаты и пенсии. Неправда. А что, опустят? Неправда. Так, я сейчас не понял. А, я понял. Зарплаты и пенсии увеличат, но это уже сделать не Арсений Петрович. Правда. Класс. Сейчас, секунду, извини. Да, дорогая. Да, 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 почидил кран. Неправда. И мусор выбросил. Неправда. Это Егор прикалывается. Неправда. Так, ну все, ладно, все, целую тебя. Все, давай, я занят. Да, по-моему, кому-то вечером прилетит. Правда. Да никому не прилетит. В доме главный я. Неправда. Я говорю, правда. Неправда. Ну ладно, ладно, вы давайте тут общайтесь, а вы смотрите еще больше смешного в нашей следующей рубрике. Помогите. Первого апреля будьте бдительны, потому что разыграть вас могут где угодно. В первую очередь дома, во время завтрака. Твой мой. Твой мой, твой. Твой мой. В этот день я бы не советовал даже душ принимать. На работе вы также не в безопасности. Даже на крыше спрятаться не получится. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Если вы боитесь змей, будьте бдительны вдвойне. И неважно, водятся ли змеи в вашем городе или нет. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА А лучше всего уехать за город. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Всем удачных розыгрышей! ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА До свидания. Что ты ржешь? Приклеил меня, что ли? С первого апреля, Егорчик. Так, а ну иди сюда. А ну иди сюда. Все, давай, пока. Я не понял, это... Это кто это вообще? Хотите еще больше шуток? Подписывайтесь на наш YouTube-канал Фанайси ТВ. Жми прямо вот сюда. Субтитры сделал DimaTorzok